Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Проблему дефицита инженерных сетей в Амеретинской низменности решат к марту. Такие сроки обозначил глава региона. В результате конфликта на дороге в Сочи пострадал мужчина. Соперник просто сбил его на внедорожнике. 180 проб воды и все соответствуют нормам. Качество морской воды в сочинской акватории проверяется каждые 10 дней. Во время мундиаля у ласточек изменится график движения. Конечный для многих составов станет станция в Сочи. Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз оценила южное гостеприимство. Сегодня высокую гостью прямо у трапа самолета в сочинском аэропорту встретил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Глава немецкого правительства прибыла в Сочи с официальным визитом для встречи с президентом Владимиром Путиным. Политики обсудили вопросы развития российско-германских отношений и актуальную международную проблематику. Канцлер Германии стала первым европейским лидером, с которым Путин встретился после инаугурации. Проблему дефицита инженерных сетей в Амеретинской низменности Сочи решат к марту следующего года. Такие сроки обозначил глава региона. Тему продолжит Инга Габешия. С рабочим визитом Вениамин Кондратьев сегодня посетил поселок Мирный. Во время сильных дождей дома местных жителей подтапливало. На место неоднократно выезжал губернатор. Чтобы решить этот вопрос, руководитель края еще в 2015-м поручил построить насосные станции. Сегодня в поселке уже запустили две канализационные насосные станции. Вениамина Кондратьева интересует, смогут ли они обезопасить дворы и дома жителей от большой воды. Если будет большой дождь, что несет ответственность, что эти канализации не справятся? Не надо. Эксплуатирующая организация – это в общем. А мне нужно в целом и персонально. За то, чтобы она справилась, несу ответственность лично я. Все. Вот это зафиксировали и понимание у всех есть. В случае большого ливня и запового выброса воды поселок не утонет. Отдельное подтопление отдельных территорий возможно, потому что рельеф неровный. Потому что никто от своих участков воду не отводил. Ливневки внутри массива нет. Она по периметру. И она вот… поселок не утонет. Основную воду все уберет. Вот уже несколько лет в мир нам остро стоит вопрос и с канализационными сетями. Местные жители даже сами начали прокладывать коммуникации. Об этом они рассказали уже на встрече с главой региона. Но с каждым годом поселок разрастается, появляются целые кварталы новостроек. И существующих сетей явно не хватает. По мнению Вениамина Кондратьева, этой проблемой уже давно нужно было заняться местным властям. Два года назад от чего уехал, к тому и приехал. Это почему происходит? Потому что власть отстает. Потому что люди, люди, они устали так жить, они бегут впереди власти. Впереди решений, которые власть должна не только предлагать, но и конкретно решать и строить. Еще раз подчеркую фамилию того человека, конкретно, что вы можете назвать, который четко несет ответственность за проектное решение и его воплощение в жизнь по канализации поселка Мирного. Я так забыл. Курирующий работу водоканала докладывает о том, что самотечная напорная система канализации в Российской Федерации и в частности в поселке Мирный в случае ее правильного строительства и эксплуатации будет работать бесперебойно. Позволит подключить всех жителей. Позволит подключить всех жителей. По поручению губернатора края, монтаж инженерных сетей должен быть завершен к марту следующего года. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. К другим новостям. В результате конфликта на дороге в Сочи пострадал мужчина. Соперник просто сбил его на внедорожнике. Инцидент, как сообщает сайт 360, произошел на пересечении улиц Пластунская и Труда. Двое мужчин громко спорили, кто из них прав. В какой-то момент один из участников конфликта сел в машину и нажал на газ, задев при этом второго мужчину, облокотившегося на дверь со стороны переднего пассажирского сидения. Однако водитель внедорожника «Вольво» с абхазскими номерами не стал выходить. Вместо этого уехал с места происшествия. По имеющимся данным, сбитый мужчина остался жив. Его доставили в больницу с переломами. У сочинских ласточек изменится график движения в период проведения чемпионата мира по футболу. С 25 мая по 25 июля движение будет разделено на две зоны. Пересадка пассажиров будет осуществляться на станции Сочи. Так, с 25 мая по 12 июня и с 16 июля по 25 июля будут сокращены маршруты пяти поездов с сообщением «Туапсе-Меритинский курорт» и «Лазаревская-Меритинский курорт». Конечной остановкой на этих направлениях станет станция Сочи. Там пассажиры смогут пересесть на дополнительные электрички, которые будут курсировать из Сочи в Америтинку. Оплата проезда сохранится по установленным тарифам. С 13 июня по 15 июля сократятся маршруты 11 пар пригородных поездов, следующих по направлениям «Туапсе-Меритинский курорт», «Туапсе-Аэропорт», «Лазаревская аэропорт» и «Горячий ключ-Меритинский курорт». Конечной для них также станет станция Сочи. В дни матчей на маршруты выйдет до 70 пар ласточек. В другие дни будет курсировать 36 пар. Зрители в дни футбольных матчей смогут воспользоваться правом бесплатного проезда на ласточках. Билет можно оформить при предъявлении билета на матч или паспорта болельщика. Также бесплатно воспользоваться пригородными поездами с 15 мая по 17 июля смогут волонтеры. Бесплатные билеты на электричку можно оформить за 30 дней до поездки в пригородных билетных кассах. Для всех остальных пассажиров оплата проезда сохранится по установленным тарифам. На встречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи. Под таким названием в субботу в нашем городе на площади флага пройдет акция, старт которой был дан еще в апреле 2016 года. Каждые две недели флаг всекубанской акции торжественно встречал один из городов или населенных пунктов Краснодарского края. Проведено более 500 мероприятий. Теперь финал в Сочи. Флаг в торжественной обстановке будет передан главе курорта Анатолию Пахомову. Будет много интересного. Мы рассчитываем, что будет очень много гостей. Выступят почетные гости. Будут и музыкальные конкурсы, и музыкальные будут сопровождения. Поэтому мы, пользуясь случаем, хотим пригласить всех и жителей города, и гостей города Сочи прийти на площадь флага завтра в 10 утра и поболеть, поучаствовать и стать частицей всекубанской акции на встречу чемпионата мира по футболу 2018 года. Этой акцией в Сочи начинается двухнедельный цикл различных мероприятий спортивных и культурных. Состоится юниорский турнир «Кожаный мяч». А в завершении учебного года в сочинских школах пройдут уроки, посвященные истории футбола. Затем сочинцы будут встречать гостей и участников чемпионата мира по футболу. 180 проб воды, и все соответствуют нормам. Такие данные мониторинга с начала года приводит Роспотребнадзор. Качество морской воды в сочинской акватории Черного моря проверяется каждые 10 дней. Сегодня для очередного забора материала для анализов вместе со специалистами в море отправилась и наша съемочная группа. Небольшой катер выходит в море. На борту сотрудники лаборатории. Сегодня их задача – забор воды в районе глубоководных выпусков очистных сооружений курорта. На расстоянии более двух километров от берега пробоотборник окунают в воду, собирают материал для анализа. Отобранную воду переливают в канистры для транспортировки в лабораторию. Каждый глубоководный выпуск контролируется в четырех точках, в том числе в радиусе 500 метров влево и вправо от него и в так называемой чистой зоне. Мы периодически проводим отбор проб водной части акватории Черного моря с выхода глубоководных выпусков. Проводится от уреза воды в 300 метрах, это фоновые концентрации, и непосредственно у самих оголовков водовыпусков. Несмотря на то, что качество воды, которая выходит в море после очистки на сооружениях, контролируется на самих очистных ежедневно, воду в районе выпусков проверяют регулярно и очень тщательно. Такую работу проводят не реже, чем раз в квартал. Последние пробы, например, были взяты всего две недели назад. Сегодня, после того, как морская вода была отобрана, ее отправили в лабораторию на анализ. Здесь ее тестируют на химические и бактериологические показатели. Проверяют в течение пяти дней и уже после дают заключение о качестве воды в Черном море. Качество воды однозначно соответствует всем установленным требованиям, потому что помимо того, что мы делаем сами анализ, мы делаем еще параллельно и с контролирующими нас органами. Как бы все совпадает, все соответствует нормативам. А это значит, что очистные сооружения курорта работают без сбоев, а также то, что вода в акватории Черного моря абсолютно безопасна. С начала года в Сочи уже взято более 180 проб, в том числе в зоне купания, и все соответствуют нормативам. Всего в городе 42 точки сбора данных. Работа в каждой из них продлится до осени, пока температура воды не опустится до 18 градусов. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи начала работать горячая линия для туристов. Диспетчеры круглосуточно помогут путешественникам выстроить маршрут по самым интересным местам города. Для этого нужно позвонить по номеру 8 800 234 2018. Одной из достопримечательностей Сочи является Розарий, который расположен в городском парке Ривьера. Здесь высажены более трех тысяч кустов. Все красивые, но мне нравятся вот эти кремовые. А так вот все сногсшибательные, просто прошла, понюхала, запах обалденный. Все разные, все очень отличаются. Очень красиво. Все растения в Розариуме декоративные, сортовые на языке агрономов. Есть плетущиеся, бордюрные и древовидные, на стволах которых собраны небольшие букеты. За формой кустов строго следят озеленители. Розы требуют ежедневный уход. Их поливают, пропалывают и обрезают. Каждый год в главном Розарии курорта появляются около 500 новых растений. Ухаживать за розами очень и очень сложно. Ее нужно, во-первых, не превратить в дикое растущее растение, в шиповник. Поэтому постоянно все это отслеживается и в надлежащем виде содержится. Распустившиеся бутоны роз не завянут до конца июня. А если погода в Сочи останется теплой, цветы будут радовать глаз еще и зимой. Юные исследователи России представят в Сочи свои проекты. С 29 по 31 мая в Дагомысе пройдет всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». На финальном этапе конкурса будут представлены 219 детских работ в четырех секциях – гуманитарная, живая природа, неживая природа и физика, математика, техника. В финале примут участие около 250 юных исследователей, победителей региональных этапов. Торжественное открытие конкурса состоится 29 мая. Сразу после церемонии начнется стендовая защита исследовательских работ и творческих проектов. Любой участник и гость конкурса сможет задать школьникам самые разные вопросы. Жюри будет отбирать лучшие работы для публичной защиты, которая пройдет 30 мая. Победители объявят 31 числа. В Сочи открылся «Арт-позитив» – одноименная выставка студенческих работ. Каждый год собирает лучшие проекты. «Арт-позитив» – это работы студентов кафедры архитектуры и дизайна. В залах музея более 80 работ, выполненных в различных техниках. Это живопись, графика, батик, мозаика, витраж, квиллинг, декоративная штукатурка. Использование различных техник позволило создать необычные работы. Участники выставки являются призерами многочисленных конкурсов, таких как «Золотая линия», «Ферадис», «Дизайн-дебют», «Сочи-гостеприимный город», «Заводной апельсин» и другие. Выставка будет работать с 18 мая по 18 июня. А уже завтра вечером музей Островского снова ждет гостей. Там состоится «Ночь музеев». Ее девиз – редкие экспонаты, шедевры из запасников. Помимо экскурсий, которые будут проходить в «Ночь музеев» у нас здесь, мы будем показывать и свои музейные проекты, детские проекты, и будем показывать интереснейшие экспонаты, старинные игрушки, старинные куклы нашего нового проекта, который называется «Игрушки наших бабушек. Сказки из старинного чемодана». Начало ночи музеев во всех музеях города в 19 часов. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается напомнить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.